МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа «Навина региона» из студии Алины Милешанковой. Вітаю вас сегодня у выпуску. На 5 копеек больше. С 2 листопада проезд у городским грамадским транспорте станет дорожей. Новый объект передорожного сервису з'явился на республиканской трассе М4. У кого работа, у кого хобби. Нам это интересно. А властный этап фестивалю «Наши таленты» Табе Беларусь собрал на сцене 10 коллективов просоюзных и ведомостных установ. Трагедия у Могилеве. На покинутой будовле дома загинул хлопчик. Ягосябра у крайне тяжким стане доставили в больницу. Гэта навученцы 45-й школы. На дятей звалилась бетонная плета перекрыця. Место, где былася трагедия, приватный сектор Могилева. Поболь с этновеской «Зеленый гай» у километра от микрорайона с подорожник. Тут на закинутой будовле дома гуляли хлопчики. Что здарылся потом, не могут отказать пакульни эксперты, не следшие. А вядома только одно – дятей прытиснуло бетонной плетой перекрыця. Двое детей 2007-2008 года рождения играли в этом здании. Произошло частичное обрушение стены и падение плиты перекрытия, которое придавило двоих детей. Обздорение по телефоне 101 поведомил их знакомый, так само школьник. На место одразу выехали спецслужбы, медики. Первую медицинскую допомогу потерпелому хлопчику оказали медики в ротовальной службе. Они провели реанимационные деяния и смогли запустить сердце малого. В больницу потерпелого привез реанимобиль. Хлопчик находится в крайне тяжком стане. Ребенок имеет тяжелую скелетную травму, сочетанное повреждение как каркаса костного, так и внутренних органов. На сегодняшний день ситуация крайне тяжелая. На данный час ситуация крайне тяжелая. Продолжается сердечно-легочная реанимация. Ребенок на искусственной вентиляции легких. Делается все необходимое. На месте здарения зараз працуют следшие и эксперты. Яны проводить опытания видоводства, призначают эксперты. За правоохоуники зараз шукают и у ладора, недобудованного дома, где гуляли хлопцы. Распаджата криминальная справа по артыкуле смерть по неосторожности. Наталья Ильинич, Денис Бутылин, Новинрегиона. С 2 листопада проезд в городском громадском транспорте на Могилёшине подорожая. Сгодно с принятым решением, кошт квитка на одну поездку в автобусе, эти троллейбусы повеличатся на 5 копеек и складе 50 копеек. Как поведомили у отделе транспорта и коммуникации Абл-Ваконкама, от поведенное повышение закране не только Могилёв, аллеи Бобруйск и все районные центры в области. Там так само цена проезда у взрасте с 45 копеек до 50. Повеличится и цена на проездный билет. Например, огульный проездный на месяц на два вида транспорта станет каштовать крыху больше за 30 рублей. На автобус и троллейбус на месяц обыдется амальу 23 рублей. Повеличить надой молока на эту зимку у сельских господарках в области завершается подрыхтука до зимового стоилового периоду. Специалисты упевнены, что от правильного утромания живел залежит их продукциейность. Молочно-товарный комплекс «Дубинка» фирмы «Вейна». Тут 500 голов дой на гостатку. Колистиг это был додатковый напрямок деянности господарки. Теперь на живелогадовлю робят ставку и отказно рыхтуются до зимовки коров. Мы находимся в процедуре санации. На животноводство мы делаем на зимне стоиловый период основной уклон, так как это основной источник будет поступления денежных средств. Поэтому это полностью мы заинтересованы в производстве молока и мяса. А как же велогадовля и вытворчасть молока могли приносить гроши, треба в шерогу иншага створать комфортные умовы для зимовки статка, а дремонтовать помешканье, провести дезинфекцию. Мы тоже готовимся, например, вот тут евроокна, все окна закрываем. Дело начинаем уже с того страны сребелить, стелим опилки. Опилки для чего? Опилки, чтобы сухо было и тепло. Традиционная помилка у зимовом харчаванне живел – это недохоп минеральных речевов и витаминов, говорят ветеринары. Треба этого избегать, причем это принцип дейнейшее, как для великих господарок, так и для хатних. Мы вводим корнеплоды, так как уже пошла уборка. Также сейчас вводим патоку, так как она влияет хорошо на расщепление белка в организме. И также вот с кормами вносим концентрированное корма. Если корова упитанная, то и, конечно, к ней будет меньше болеть. А еще залог продукцийности статка – это правильный зимовый рацион. Как говорить, керавник господарки, только полновартосное харчавание коров дозволяя различовать на доброе молоко. Все лета увейна нарыхтовали каля 5 тысяч тонн сенажу и завершают закладку силысу. Катярына Градницкая, Миколай Соболев, Новины региона. Новый объект придорожного сервису з'явился на республиканской трассе М4. Он разместился в Могилевском районе неподалеку от областного центра. Теперь в области працу 53 объекты у этой сферы. Бизнесмены вырешили зменить принцип организации и меркования людей про придорожное кафе. И теперь спадяются, что это поспреяет притягнению туристов. А значит, и имиджу гостиной Беларуси. Место для объекта придорожного сервису бизнесмены выбрали як перспективное для развития. Трасса М4 – великий пассажиропоток, причем не только Беларусу, але и замежных гостей. Разом с тым намагались створить объекты, які будзе адрозневаться от інших. Создавая объект, нам хотелось показать, что убрать представление людей, переломить, что придорожный сервис – это что-то такое быстрое, низкокачественное. И на что не стоит обращать внимание. Объект может быть премиального уровня, но при этом доступным по ценам. Про гостиность города и краины в целом меркует, зразумело, по месту, где гостей примают у комфортной обстановки и со смачным обедом. На это и робят акцент при развитии придорожного сервису. Мы заинтересованы, чтобы объекты открывались, чтобы нашим участникам автодорог были созданы все комфортные условия, чтобы они могли и покушать вкусно, уютно. Наперед можно заказать какой-то набор в дорогу, который, если времени нет, значит, в какие-то боксы сформировали, и участник дорожного движения может покушать в удобное для него время. Подзарядка телефонов, набор горячей воды в термос и другие. Четыре зала могут принять до 200 человек одночасово меню, распрацовывали сами кухары. Данный придорожный сервис открыт благодаря инвестициям физических и юридических лиц. Прилечено порядка 750 тысяч белорусских рублей. Создано дополнительно 20 рабочих мест, которые позволят получить дополнительный бюджет Могилевского района в виде подоходного налога, налогного прибыль, дополнительные доходы. У Могилевского района это 7-й объект придорожного сервису, но потенциал развития куда больше великий. Кристина Каранкевич, Александр Тарасов, Новина региона. Переможцы республиканского конкурса молодых журналистов «Золотое пиаро Белой Руси-2017» ушановывали в Могилеве. Его удельники, старшеклассники, наученцы колледжа, студенты, працовная молодь до 30-ти годов. Республиканский конкурс молодых журналистов ладился в пятый раз. Только на Могилевский городский этап было представлено 140 работ. Артыкулы, видеоролики, сочинения, семейный альбом. И только одна Мария Феодюшкина стала переможцей республиканского конкурса. У ее первое место за уластное уражение у доследчим эссе. Мне захотелось рассказать, наверное, от этой ужасной трагедии, которая произошла над Синаем, авиакатастрофа. Для меня было как-то очень сложно поверить в то, что гибнут люди, гибнут дети. Я решила сложить свои мысли, написать статью, поучаствовать в данном конкурсе. Так, хобби мне нравится писать. С детства писал какие-то стихи, рассказы. Всегда нравится шуметь писать. А мечтаете кем стать? Честно, хотелось бы стать секрет, но мне нравятся профессии такие больше, как помогать людям психологически. До рэшида юбилея Могилева городская организация засновала пятую номинацию конкурсу «Моему Могилеву-750», якая собрала тротину о догольной колькости работ. По словам жюры, молодь стала больше активна промать удел у конкурсном написании творческих работ. Это первое пробное пирог, когда человек пробует себя в качестве журналиста, репортера. Им не просто пишет какие-то даже воспоминания, хорошо обрабатывает ветерану. Пишет свои воспоминания, может, с детства. Примляет это на то, что у нас в республике делается. А мы же прежде всего организация, которая занимается патриотическим воспитанием молодежи. Молодежи – будущее нашей страны. Татьяна Сергеичек, Александр Тарасов, Новины региона. Не только святотворчесть, а и махчимость выбрать новую стратегию для развития дамок культуры и отпочинку працонных коллективов. На Могилеву не прошел областный этап республиканского фестиваля «Наши таленты» – «Табе Беларусь». 10 коллективов профсоюзных и ведомственных установ в области вышли на сцену. По 30 минут на каждую установку культуры отримались свои особливые мини-концерты, которые представили розные виды и жанры мастацкой творчести. И они показали, что могут не только отказно працовать, а и отпочивать. У кого работа, у кого хобби. Нам это интересно, потому что мы собираемся с интересом и с радостью. Мы вместе занимаемся музыкой. Я бывший студент, выпускник 73-го года факультета химии. С того момента вы так и остались играть? Да. Я играл в районном оркестре, а затем перешел в академический. С молодежью как-то и сам молодой становишься. Магиревский дом культуры и объединение глухих так само представил своих конкурсантов, хоть и удельничать, может, на огульных умовах было складаний. Али такие мероприемства – это еще одна подстава собраться, говорят судельники. И дамы культуры для их набывают инши сенс. Все они являются инвалидами с нарушением слуха руководителей. Ну и участники, соответственно, у нас также не слышат. Все очень любят искусство, занимаются после работы в свое свободное время. На фест приехала специальный гость, заслуженная артистка Республики Беларусь Инна Афанасьева. Я ее задаше не только оценить выступление. Республиканский фестиваль «Наши таллинты» и «Табе Беларусь» это еще и махчимость обмерковать актуальные тенденции у организации отпочинку працанников, притягнение их у мастацких гуртки. Есть, конечно, очень интересные номера, интересные персонажи и с юмором, и с какой-то долей иронии. И есть исполнители, которые уже серьезно, это видно, ощущается, что они серьезно относятся именно к своему вокалу, к тому, что они делают на сцене. Это прекрасно. Именно здесь, в заводской самодеятельности, скрыты таланты. Ведь не зря и плеяда наших всех великих белорусских артистов, в том числе и народных артистов, это выходцы из заводской самодеятельности. Ну а можно сказать, что Людмила Зыкина – это ткачиха. Если бы на фабрику тогда не пришел фуд-просвет-конкурс, то и никто бы не знал, что такая Людмила Зыкина. Пераможцы отрымают путевку в финал, который пройдет 21-го Снежного Республиканского палаца культуры профсоюзов. И свои номеры финалисты будут рыхтовать суместно с ведомыми белорусскими выканауцами-земляками. Катерина Городницкая, Виталий Алексеенко, Новины региона. В фестивале было шмат цикавых падений. Например, знакомство со знакомитым мотиватором Ником Буйчичем и навыд керовниками российской державы. Али и просто, если встречу молодых разных стран, мают свой сенс. Прежде всего, они способствуют сплочению молодежи, способствуют выработке единой стратегии для молодых людей. Ну и, конечно же, оправдывают цели и задачи этого фестиваля. Они всегда оставались и говорят, что молодежь за мир и за дружбу. Когда мы приехали именно на этот фестиваль, когда я увидела это масштабное событие, это просто непередаваемое. Я не осознавала до последнего, что я представляю республику. На встрече были студенты разных установок администрации города. Для многих из них это мотивация для активного становления до життя. Я считаю, что нужно проявлять активную гражданскую позицию, показывать себя, так скажем, помогать своей стране, своему городу, быть активистом. Наталья Юдакимова, Александр Артемьев. Новины региона. Школьница Засиповича выступила на международном юниорским лесным конкурсе у Подмосковья. Катярына Слесарынка представила свою доследчую проекту, яким высветляла особливости дуба-чарешетого. У доследований девчонка выучала спрыяльные для древа климатичные умовы. Сколько таких дубов растет в Беларуси и как повеличить их популяцию. И главное, усе доследования школьница работала на практице. Над своим доследованием Катя працует другий год за апар. Науковой доследчей базой стал ботаничный заказник Дуброва, что у 30 километрах от Сиповича. А объектом для выучения вось гэты дуб чарешчаты, якому больше за 200 годов. Дуб невозможно измерить с этим коротким сантиметром, так он очень большой и нужен еще больше. Ну а сколько он? 360. 360, и вы его мерили, да? Да, мы этот дуб мерили еще и также еще некоторые. Тут же бяруть пробы хлебы. У заказнику яна вельми урадливая, а гэты спрыяя далейшему развитию популяции дубов. Усе дадзины дзялчинка разом с навуковым керуняком апрацовуюць на занятках. Привлекали даже охрану железнодорожную, потому что нам нужно было в этом году провести исследования на фортификационных сооружениях. А эмхи произрастают, лишайни и водоросли. Ну а попасть на эти фортификационные сооружения непросто. Проект Катярыны – это частка великой доследшей работы, якой займаются в Осиповицкой школе. Тут денежное молодежное экологичное громадское объединение дзеля життя на земле. Под экологичные проекты в Учню навод отвяли особный кабинет. С 1995 года 16 учащимися получено 34 премии специально фонда президента Республики Беларусь. Девятиклассница Катярына Слесаренко с будущей профессии поколь не вызначалася, а вось навуковую деянность у школе протягне. Объект для доследованию уже есть. На этом дереве произрастает редкий мох, не керапереста. Его можно увидеть не на всех деревьях, только на редких дубах, и можно увидеть такой мох. Эмхи и лишайники – наступная тема для доследования молодой новуковцы. Алена Соловьева, Александр Тарасов, Новины региона. Актуальные новины нашей области вы можете найти на нашем сайте. А я на этом с вами разведываюсь. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...